Это галактические рейдеры приключения. Ну вот если... Шо... Кхм... Эмпир и ЗАГС уровня ГАСа или, ну, чаще дракона. Он типа мощнее. Ну, МК-2, значит, МВПР, то у нее реакция МК-3. Ну, т.е. класс высшего. Шторм Уорда, реакция получше. Типа сразу МК-3. Ну, ну, там... Услабляться потом. А, например, еще... Ни Скайлока. Ни Скайлокер против Скайлокера. Кто должен его завидеть? Никто может завидеть кого. Ну, вот, т.е. уровни этот, ну, как бы персонажа. Ну, у Энни... Ну, Аквавинкс, потому что... Ну, меч Аквавинкса. Тэна. Меч Тэна. Потому что... Красный меч только у Мастер Бластеров. Или тот, кто его купил. Ага. Но Мастер Бластеры не будут конкурентом продавать. Таким. Ну, то есть, если у Дракон... Ну, сорок... Опыта и сорок маневренности. Восемьдесят... Ну, там сорок опыта и сорок ГБМ. И я в бонус маневренности. Я в общей восемьдесят маневренности. Он на МК2. И так же само у Чёрного Визор, допустим, МК2. Но он, например, теневой Винкс, который на тенях... Ну, плюс двадцать в тенях. Ну, плюс двадцать в тенях. Но мне ещё он в сорок маневренности. У него там... Тоже МК2. Ну, сорок против восемьдесят он, как вроде, не потянет. То есть, он час. И обладает, допустим, стилем каким-то. Тигр, например. Он может уже выдавливать в восемьдесят маневренности. Ну, тоже удвоение. Или как полярник. Но полярник это другая. То есть, чем больше сущностей, тем можно больше так... То есть, если не сто шестьдесят, а там триста двадцать. То есть, восемьдесят, сто шестьдесят, триста двадцать. У тебя сорок, восемьдесят. За счёт тигра стиля. Или за счёт, наоборот... А за счёт... Ну, зачем ему отдать красному помещению, например? Тену. Потому что тут дракон, а этот... Мастер-басер, по-моему. То есть, если они слиснутся, то у них проще. Ну, аква... А они как бы не продавлятся. Но при долгом силовом давлении более сильные вещи выиграет. То есть, красный выиграет. Тяжелыми, считается. А тут обычный. Ну, как бы... Скажем, это тяжелые вещи, а то стандартные вещи. Красные. Аква-тен. Не аква-винс, потому что аква-винс это сильного. У него может быть ещё алла-ра. Розовая, например. МК-3. Что он МК-3 не продает. Да, у них... Могут у обоих быть... Тень-фиолента. Но это всё равно показывает ораленство. Как его там не было. Красный тяжелее, чем... Если тот дракон, то впал он на бою в зависимости от ситуации. Ну, если тот стилин тигра при равной ситуации, в общем, обладает, то он может его продлить. Ну, то есть... Это шанс. Там, конечно, если дракона сложнее. Но это не стиль дракона. Это только теневой дракон. Как пилот. Ранг пилота или... Класс пилота. Ну, класс это... МК-2, МК-3. Это класс. У этого... МК-МК-2. У визора. У чёрного визора. Чёрного визора МК-2. И красный меч. А Гойнишки Глокера, там... Аква... Меч. Аква-тен. Шорт. И в рынке, там... Дракона. Ну, палом. Ну, 80 манёжер. Ну, настолько популярно, что использует это в зависимости от этого. То есть нельзя просто так использовать, типа, без тренировки, там, что он не раскачан. То есть отдельно, наверное, раскачан. В темпле. Ну, темпле это храме, например. В храме дракона, например. И там же и стиль дракона. Но он может и стиль дракона и миром даже макать просто выше. Фьюрифайн. Круто. Это другой стиль. Но он и не нужен там... То есть в стиле дракона нужно мастерство, как бы, дракона. А при фьюрифайне это достаточно, скажем так, собственного умения. Дракона. А чёрный визор... Блэк визор, а он... Чёрный визор, а он... Ред мастер. Красная мастер. Ну, красный мастер. Ну, красный мастер, он... В сравнении... То есть... Он только МК, он ещё только первое... Первое измерение у него. А тут третье измерение. То есть это... Ну, как... Как бы... Если считать как из мира... То это первое измерение миров. То есть целый мир. Ну, как... Скайскраперс. То есть с небосклёбами там. А тут следующее измерение. То есть... Он говорит, видите, а тут третий уже там... Дракон где-то был. Ну, а он... Только с первого ещё. И он может... Имеет шансы... Ну, там... Процент вот... Ну, если ещё удастся, то проценту он лучше сорок. Ну, если... Это имеется в виду чистость. Он не особо в форсаже. Как бы дракон. Ну, то есть он после какой-то битвы там... Ну, он не проверил... Много битвов провёл там... Одну какую-то такую... Среднюю... В какую-то батали. Ну, где-то там... День там... Передохнул... И всё для себя... На раскачке... Если... Кондиции нет... Он не будет там... Себя форсажит. Вот. Если он в этот момент... Не скрестнулся... А тут будет свежий... Мастер. То... Ну, как бы... Практически уравняется шансы. Ну, зачем рейлган? Он только в том случае... Если он пару дыр сделает... Ну, как бы... Угрожает всё. Там... Будет... Будет... Более сколами будет... Если так не помогать. Ну, то есть он... Бронеформу так... Специально... Делается... Бронеформу пробивает... А... Броне... Ну, там... Тунника... Электротунника... Он... Не берёт. Ну, там... Мощный, как бы... Лазер на густе... Тяжелый лазер на густе... Ну, что плазма... Ну, какая-то часть плазмы... У нас всё равно бронеформируется на густе... Ну, или дефлекторы... Ну, что-то ближе к виндераму... Это генетехнологии... И то есть, и не первое... Первое измерение... А там третье... И получается... Плохие на равных... А зачем, допустим... Ээээ... Рэдмастеру отдать... Ну... Тот же продать этот красный меч... То есть, перепродажи меча... У всех сторонних руки... Только... Ну, не перепродавать там определённо... То есть, выше там... Ну, конкурентом целый список он там... Целляется инфо... Персонажа, как Руслан Сканер, он там заведен, он не должен, ну, иной персонаж, которому продали, например, красные вещи, он не должен его передавать. Или продавать. Ну, если мы его уже отжали или украли, то отдельно. На систему эксплуатации. Если не надо разбираться, но если он сам, то он сам не должен. То есть не давать, это сказать, что может быть подгрозами. Ну, то есть под угрозами там. Тоже, ну, это схлестнуться, ну, Смафь, если он так повезет. Персонаж, который поручили. И также самый Редмастер, зачем ему красный меч, много месяцев, потому что тут черные, зачем ему давать и не Скайблокеру какому-то, Скайблокеру, красный меч, да. Почти одинаково, ну, а Визер-то еще вот это. Примерно как уровень потусторонний. То есть если он, конечно, его полярником обучит. Ну, что он полярником. У него, допустим, стиль Тигра есть. С самих полярников у него маневренность будет. Восемьдесят, так, ну, с бонусом Тигра. А так будет вообще сто шестьдесят, а за самый дракон. Ну, тут у нас дома уже самому думать надо. Надо им такое. Ну, конкурент. Если они не конкуренты, а, допустим, партнеры, тогда вы. Но там в зависимости от того, кто, какие гильди, какие фракции вообще, там, какие разборки между корпорациями. Кто конкурент, кто кого поддерживает. Как далеко. Уже они просто разлетаются в разные стороны тогда. Все равно. Ну, так же самое. Визердон, смотри, чтобы это, ну, выдав меньше, он против своих, там, как кого-то там. То есть они оба, образно, находятся на стороне тени. То, конечно, им легче. Но если это разные тени. Этот из тени Цилы, например, какой-то, который извне сферы. А этот сфера из центра там. Из-за столицы, какой-то столичный сфера. Что так может и не произойти.